посмотрите что я делаю я прикрываюсь скалой потому что скала это масса а масса это в общем не знаю что это но оно должно нас прикрывать теоретически а практически мы сейчас посмотрим уходим на самом деле это ротор шикарный совершенно а тарамбер мы сейчас волну просто пули часто вы так и залетим есть шанс что она здесь и стоит что-то здесь не так но мы этим воспользуемся мы уже выше облаков и продолжаем это делать святой волк ты видишь амулет ты мой глянь посмотри вот вот по самому краю облака вот нас пытаются сбросить но мы не дадимся не дадим нас бросить с нами магическая сила святое ускорение и мыслящий газ баллоне друзья поэтому мы победим кстати давай потрогаем облака файл открывай форточку потрогай какое оно на ощупь это или совсем руку высунила так вот друзья мы трогаем облако доказать что она не твердая видите облака мягкая мягкое облако и мокрая так что все здесь понятно поднимался до высоты 5 800 метров почему 5 800 потому что каждый умный человек знает что после 5 800 начинается небесная твердь и можно в нее стукнуться планером и все бак-бабах и контент закончен самолеты которые над ней летают конечно нарисованы друзья любой здравомыслящий человек знает что не может самолет летать так высоко там же воздуха нету наверное вот а мы 5 800 набираем нас там трясет очень сильно иногда мы должны постоянно менять волны постоянно маневрировать чтобы нас не перехватили делаем обманные маневры опускаемся ниже облаков друзья и летим к очередному ротору хитрому я его знаю я знаю где эта магия живет наше дело правое мы боремся за жизнь в адских радарах нас сбросила с больших высот мотора у нас нет под нами город вейн которым жители которого спят и не знают о всех сложностях мировых закулис и теории заговоров мы то все с вами знаем друзья им видите как я борюсь чтобы донести вам правду чтобы наконец-то весь мир мыслящий узнал правду о плоской земле очень тяжело мне друзья очень видите никак я не могу мои приборы дрожат от усилий магический мыслящий газ баллона пока временно не эксплуатируем потому что осталось его немного поэтому рубимся как есть на внутренних силах и духовных скрепах ба-банг мы должны перелететь очень хитрый и страшный горный хребет и попытаться взять ротор ротор очень опасный скорость 200 км в час планер трясет крылья шевелятся наша высота 1700 1600 будет критическая высота с которой мы перестанем долетать до посадочный площадок мы должны быть очень осторожны и святой волк ты там как давай помогай к файлот как ты там ты главный не бойся жестко идем действительно сильный ротор я надеюсь в нем выбраться но это не точно но запасный вариант у нас есть но помимо мотором и 400 метров еще как долетаем до нашего аэродрома вот у нас здесь критическая высота на самом деле полторы вот но минус 5 метров в секунду надо разворачиваться есть может быть в другом месте возьмем но здесь пока не получается отступаем друзья временно потому что наше дело правое мы все равно победим но пока мы временно должны отступить тащит к земле очень сильно причем тащит как нас колбасит друзья это что-то с чем-то но вы сами все видите прекрасно рядом птица что она здесь делает здесь же жиротвы нету что здесь можно кушать на самом деле это видимо артеоптерикс птица прародитель всех птиц она пришла по нашу душу врешь птица настоящих пилотов так просто не взять смотрите друзья мне удалось взять поток в этом страшном месте мне удалось все таки взять поток мы пытаемся идти вверх нас швыряет нас колышет как правильно по-русски колышет или колыхает нас колышет недружественными так потоками но мы все равно все равно лезем вверх я предполагаю что вот сверху облака скорее всего перед ним спрятали восходящий поток который может вытащить нас выше опять выше облаков вот картинка ротора который мы обрабатывали стрелки вверх и нужно еще сделать один круг очень тяжело я почти теряю контроль над планером от турбулентности что такое турбулентность это тоже магия это магия трясущегося воздуха друзья вот он трясется видите как этот воздух как кипяток нас трясет но я опять вышел выше облаков и сейчас я спрячусь в ламинарный восходящий поток что такое ламинарный восходящий поток конечно тоже магия только другая о 4 метра в секунду здесь внизу в этом лесу растут как раз правильные дубы их едят правильные свиньи а по полям бегают лавандовым правильные единороги вот как раз тот из которого моя шапочка сделана ну в смысле не из него сделана из крови единорога девственника посмотрите как это выглядит на экранах наше секретное оборудование освещенное винтиком и шпунтиком она работает безотказно друзья видите я выше облаков даже несмотря на то что враги сами знаете из какого государства отключили gps мы все равно на инерциальной системе отчета идем что такая инерциальная система отчета ну в общем это тоже магия такая хитрая магия которая позволяет каждый момент времени знать вашу скорость что с вами происходит прогнозировать восходящие потоки то есть объединение вот этих магии друзья дает то самое знание которое мы пользуемся секретное знание да как летать без мотора вы видите что я поднимаюсь над облаками без двигателя но меня блокирует вы посмотрите впереди выросли облака так чтобы мне не дать не дать протиснуться но я вот проскакиваю в щелку выскакиваю на фронт этих облаков сейчас я это сделаю друзья нас так просто не возьмешь оп вот она вот он момент истины да мы это сделали мы выскочили опять выше облаков здесь облака совсем другого толка друзья святой волк посмотри как красиво 4 из 7 4 8 метров в секунду было лифт ходит 0 7 метров в секунду 4 8 метра эту грубой 5 метров за секунду это ну два этажа за секунду почти но полтора ведь как быстро мы идем вверх и вот это все дает нам шанс подняться наконец-то посмотреть как там небесная твердь после четырех 72 километра в час ветер вправо подворачивай потихонечку друзья мой к пайлот который сейчас пилотирует планер он тоже мак начинающей категории я у него возьму ручку влево посмотреть формулирую пожалуйста откуда берется турбулентность что это такое всем известный факт турбулентность это оторвавшиеся куски небесной твердью которые медленно опускаются и мы с ними встречаемся в воскресенье они такие как медузы только прозрачные иногда вырезаешься и вот она небесная твердь она не очень плотная разрушается последнего я думаю что она от света возвращается друзья вот только что здесь вот внизу посмотрите мы столкнулись небесной твердью вы видели да своими глазами видели как наш планер штормила била вы представляете да вот воздух же он посмотрите вот он же не твердый вот потрогайте как может воздух так бить планер вы понимаете да что это это вот просто невозможно там может быть какая-нибудь наука так договорились что воздух может колыхать планер но ведь это не так все разумные люди думающие то знают что откуда берется и вот видите со мной настоящий маг начинающего начального уровня который уже знает о том откуда берется турбулентность это медузы небесной тверди спускающиеся ближе к плане к поверхности земли высота больше четырех километров и мы должны обязательно использовать мыслящий газ который у нас баллоне вот у нас здесь баллоне не просто там какой-то воздух а у нас специальный газ сейчас мы его вдыхаем это позволяет нам улучшить работу нашего мозга защищенного от воздействий внешних и соответственно лучше лететь чтобы не заблудиться в этом воздушном пространстве но даже отсюда друзья даже с высоты четыре с половиной километра вы прекрасно видите что какая земля какой горизонт такая земля посмотрите не может же айфон от ошибаться посмотреть как он ровно снимает горизонтом вот так что вот вам законы физики молодежь учите физику радуйтесь научным знаниям и идите плоскоземельцы я вас умоляю